Здравствуйте, господа! Я вас всех приветствую! Большое спасибо, что вы сегодня посетили нас. Как я всегда уже говорю, господа, деньги в тренировках. И поэтому очень важно присутствовать. Я постараюсь делать запись, я уже ее начал делать. Здравствуйте! Короче, я сегодня вам расскажу, как, почему и зачем. Сначала я начну с истории, которая случилась когда-то со мной много лет назад. Один знакомый здесь, в Филадельфии, американец. Он меня все, помню, пытался зарегистрировать свой бизнес, пригласить свой бизнес. И мы с ними поддерживали. Мы никогда не стали партнерами, но мы поддерживаем отношения. И я помню, что он работал в такой компании. Компания называется Newskin. Это старая американская сетевая компания уже. Они уже много лет бизнес, больше 30 лет. И он попал в эту компанию в самом начале. И вот я помню, он за 5 лет не мог заработать больше, чем 5000 долларов в месяц. У него шел стабильный заработок каждый месяц, 5000 долларов. У него уже была большая группа. Но никак не мог он перепрыгнуть эту цифру. И мы долго с ним говорили на эту тему. И потом как-то я где-то год с ним не общался. И как-то он мне звонит по телефону и говорит, «Майкл, я хочу тебя пригласить на завтрак». Ну, я про себя думал, наверное, опять хочет меня рекрутировать. Но я ему, естественно, не отказал. Я говорю, конечно. И мы встретились на завтраке в субботу утром. И начали болтать, как говорится, о том, о сём. И он мне говорит, «Я тебе хочу, чтобы ты что-то увидел». И он мне даёт копию своего чека. Тогда в то время они платили раз в месяц. И платили чеком. Сейчас это уже всё по-другому. Переводят прямо в твой банк. А тогда просто посылали тебе чек по почте. И он мне показывает копию чека. И чек был 125 тысяч долларов. И на чеке было написано, за какой период. То есть он за месяц заработал 125 тысяч долларов. Я просто обалдел. Я ему говорю, «Слушай, я не понимаю. Ты мне всегда говорил, что ты зарабатываешь 5 тысяч в месяц. И вдруг у тебя от 5 тысяч взорвалось до 125. Я просто обалдел от этого». И он мне начал объяснять. Он говорит, «Ты знаешь, у нас началась критическая масса». Слава Богу, я это никогда не понимал. Но просто мне об этом рассказывали. И просто чисто на человеческом доверии. Поэтому я работал, как папа Карла пахал, 5 лет. И не мог заработать больше 5 тысяч долларов в месяц. И мне все говорили, и я слушал на тренировках, что не волнуйся. Как только компания зайдет в критическую массу, или это по-английски называется exponential growth, у тебя все взорвется. И вот про это я сегодня и поговорю. Почему, как и зачем это, что происходит, и что все равно нужно для этого делать. И его компания попала в критическую массу. Что это такое? Когда сетевая компания... Если вы обратите внимание на... Это их где-то 18 компаний всего лишь в мире, если я не ошибаюсь, которые торгуют на 1 миллиард долларов и больше. И что происходит в таких... Произошло в таких компаниях, когда компания начинает торговать 50 миллионов долларов в год, оборот ее, 50 миллионов долларов в год. Вот это тот момент, когда происходит сумасшедший взрыв. Этот взрыв может происходить 3 года. И этот взрыв, когда, как говорят... Знаете, как была русская такая пословица, не пословица, я даже не знаю, как правильно выразиться. Бежит толпа народу по улице. И полицейский смотрит, все пробежали. Он ловит последнего молодого парня и спрашивает, а куда все бежат? Бегут. Говорит, я не знаю. Говорит, а чего ты бежишь? Ну, все побежали, и я побежал. Вот это, в принципе, что происходит в критическую массу. И то, что произошло в этой компании. Ньюскин. Сейчас они уже торгуют где-то 2,5 миллиарда. Ну, более 2 миллиардов, если я не ошибаюсь. И он мне начал объяснять это. Я этого никогда не знал, потому что в первую компанию, в которую я попал, в 1980 году, она называется Шакли. Она уже тогда была в бизнесе, наверное, с 50-х годов. И уже тогда была миллиардная крупная компания. Поэтому там никто не говорил про эту критическую массу, потому что она уже ее прошла. Поэтому я никогда об этом вначале не слышал. И он был первый человек, когда я с этим столкнулся. И он начал мне объяснять, что я ничего другого не делаю. Я продолжал делать то, что я делал. Но получается такая ситуация. И это не мои рассуждения, это не моя философия, не мой анализ. Это факт. Все миллиардные компании прошли через это. И не имеет в виду, это не имеется в виду, сетевая компания. И нет, такая компания, как Microsoft, она тоже через это прошла. И люди, которые пришли в самом начале, особенно те люди, которые купили стаки компаний. Как наш, например, мы говорим, покупайте PPM, они покупали стаки, которые ничего не стоили тогда. Они все стали мультимиллионерами. Значит, что происходит? Мы все рекламируем, выставляем информацию на интернете. Тогда еще не было интернета. Поэтому сейчас, если компания войдет в критическую массу, взрыв будет еще больше. Мы говорим с людьми. Люди нас услышали, но они не реагировали. Но всю информацию, которую мы даем людям, они приходят к ним в их подсознание. Мы, как говорится, сеем семечки. И потом, в один прекрасный день, когда они начнут это слышать ото всех, они это вспомнят, это всплывет. Вы знаете, я помню, когда я приехал в Америку, вот мы через два года, я женился. И обычно моя жена сама любит ходить на шаппинг. Я имею в виду покупать продовольствие. Очень редко, когда я хожу с ней, она всегда ходит сама. Она делает лист, конкретно, что она хочет купить. Идет в магазины. Магазины здесь очень большие. Все есть тут. Особенно магазины в штате Нью-Держи и штате Пенсильвания, где я живу, считаются одни самими большие, потому что они как футбольные поля. Там есть все. И там не надо приходить и искать, что тебе нужно. Надо делать список, что ты хочешь. И ты придешь, и ты это купишь. И она сама приходит, покупает, вкладывает в тележку, потом вложит машину, а потом, когда она подъезжает, она мне звонит, чтобы я помог это выгрузить. И вот к чему я вам это говорю. Один раз у нас собирались люди дома, и жена подбегает ко мне, Миша, она меня зовет по-русски. Миша, у нас кофе нету. Я совсем не обратил внимания, или было очень мало. Ты можешь быстро подъехать в магазин, выпить кофе? Я говорю, окей, я приезжаю в магазин, захожу в магазин, в тот, как раз там, где продается кофе, и у меня крыша поехала. Сотни наименований кофе. Сотни. Американские, французские, я не знаю, африканские. Ну, какие хочешь кофе? Такой выбор. И я просто на минутку какую-то, на секунду обомлел. И тут у меня выскочило в голове, потому что я очень, ну, тут рекламы рекламируют все по телевизору все время. И есть такое кофе, компания Максвелл. Они очень много реклам по телевизору дают. И я просто видел, ну, забыл, у меня это было в подсознании. Тут я попал в это. Это у меня такой первый раз такое произошло со мной, когда я убедился, как это важно, говорить людям информацию, давать, даже если они не обращают на нее внимания сегодня. И тут у меня в голове выскочило Максвелл. Я увидел этот Максвелл, пошел и купил. Поэтому наша задача и то, что происходит в компании перед критической массой, чем больше информации вы людям начинаете отдавать, то в результате произойдет этот взрыв, потому что они начнут слышать эту информацию не только от вас, от многих людей. И вот в тот момент, когда компания начинает торговать в 50 миллионов долларов, это и значит, что уже такое количество людей приходит в компанию, что происходит вот этот момент. Критическая масса. Я вам расскажу одну вещь, я это читал много лет назад, поэтому я не помню 100% как это все происходило, но есть даже книжка, она, кажется, называется «Сто обезьян», если я не ошибаюсь. И это было много лет назад, на одном острове ученые с некоторых стран мира делали, они следили за обезьянами. Им было интересно, они изучали жизнь обезьян. Опять, к чему я это говорю, пожалуйста, слушайте внимательно. Обезьяны, они сделали, снимали их прямо на берегу моря, и они игрались. И они друг в друга бросали это сахарный картофель. Обезьяны очень любят такой картофель, но они очень чистоплотные животные, поэтому если им да что-то грязное, они кушать не будут, как бы они это не любили. И потому что они игрались на берегу моря, и там было, это все было в песке, они не кушали его. И потом одна обезьяна бросила в другую обезьяну этот картофель, и он попал в воду. И обезьяна подскочила, вытащила эту картошку из воды, и она сразу стала чистой, она сразу понюхала и начала ее кушать. И все обезьяны стали бросать эту картошку в воду, вытаскивать и кушать ее. И ученые подсчитали, как только количество обезьян выросло, до 100 обезьян, то по какой-то причине на всех островах, и в том числе в этом, на всех островах рядом, все обезьяны начали это делать. Самое интересное, что обезьяны не плавают, они боятся воды. И как другие обезьяны узнали об этом, я не знаю. И вот это назвали критическая масса. Это факт, и то же самое происходит в жизни, и то же самое происходит в бизнесе. Так вот, господа, мы находимся в такой компании, я сейчас не буду рассказывать вам, какая у нас хорошая компания. Я уверен, что вы уже сами знаете, потому что если человек до сих пор не понимает, ну, значит, ему надо посещать больше тренировок или зайти в наши группы и посмотреть все с самого начала. Сегодняшняя встреча посвящена, в принципе, тому, как же все это делать. И, господа, пожалуйста, откройте свое подсознание, не думайте сейчас ни о чем, не отвлекайтесь, просто внимательно послушайте. Если вы не поймете, потом послушайте это в записи и слушайте до того, пока вы не поймете. Вы знаете, сознание и парашют имеют одно очень большое и хорошее сходство. Потому что если вы прыгаете с самолета с парашютом, и он не открылся, что с вами произойдет? Вы погибнете. То же самое с подсознанием. Если вы не умеете открывать свое подсознание и слушать внимательно, это самоубийство. Поэтому, господа, просто послушайте внимательно. Я обещаю, сегодняшняя встреча будет недолгой. Поэтому еще раз повторю, и это уже факт, в основном все компании, не в основном, а все компании 100%, которые дошли до 100 миллиардного, до миллиардного дохода, то есть не дохода, а компании, которые идет оборот в 1 миллиард, это те компании, которые произошли, прошли этот момент, то, что называется критическая масса. Critical Mass по-английски. Как только компания доходит до уровня 50 миллионов оборот, это значит, что уже такое количество людей участвует в компании, и они все разносят эти новости. И вот в этот момент, как говорят, почему ты побежал? Все побежали, и я побежал. И люди начинают подписываться, как сумасшедшие. Я помню, в компании, в которой я был в самом начале, и у нас началась эта критическая масса, это, слава богу, прошло не 5 лет, у каждых компаний по-разному, начинало быстро. Я помню, тогда я поехал в Израиль, к своим, у меня там сестры живут. И я помню, когда я уехал в Израиль, я посмотрел, какой у меня был рост в компании, и у меня уже был рост немаленький. И где-то тогда у меня прибавлялось в день по 60 человек, в день подписывалось в моей группе. Это уже начинает, появляется серьезность, что люди работают. И вот я пробыл там, я не помню, там было где-то дней 10. И в конце 10 дней, я помню, я открыл у своей сестры дома, у нее в квартире, открыл ее компьютер и зашел посмотреть мои дениалочки и репорт. Я просто обалдел, у меня уже приходило по 10 тысяч человек в день, в день. За неделю 60 человек приходило, а тут 10 тысяч. Вот это что значит критическая масса. Когда вы попадаете в бизнес, до того, знаете, как говорят в бизнесе, чтобы заработать большие деньги, надо, конечно, попасть в правильный бизнес и, самое главное, в правильное время. И вот я считаю, это мое мнение, вы можете соглашаться с ним, можете не соглашаться с ним, это чисто мое мнение, я не собираюсь это мнение навязывать вам. Я просто выскажу вслух. Благодаря моему 42 года опыта, работая в сетевом бизнесе, я достиг очень большого. Благодаря тому, что я в криптоспейс, в мире крипты работаю уже 9 год. Я считаю, что я нахожусь в правильном месте, и я попал в эту компанию в правильное время. Мы пришли сюда до критической массы. И она может начать очень скоро, благодаря тому, какой у нас продукт. Потому что все больше и больше людей будет подписываться на наш бизнес, особенно, когда все программы будут работать, и все будет работать без проблем. И это будет. Но сейчас самое главное время строить наш фундамент. И даже если человек не подписался, наша задача выставлять эту информацию, и я вам покажу, как это делать, и это очень важно. У меня многие спрашивают, Майкл, объясни мне, я видел твои рекламки на русском языке, на Facebook, еще где-то, и ты нигде не выставляешь свой код. Я не выставляю код. Меня совершенно не волнует, если кто-то подпишется и не подпишется. На сегодняшний момент я просто хочу, чтобы как можно больше людей знали, что Майкл Лившиц участвует в компании Панк Панда. Потому что придет момент, они сами на меня начнут искать. И такое же происходит. У меня подписалось в моем, я сам лично подписал 177 человек в моем аккаунте, и под моей женой, я не помню, человек 20, наверное. Это в основном 95% людей, которые меня просто сами нашли. Я даже не знаю, кто они такие. Плюс, когда они меня находят и выходят со мной на связь, я хочу быть уверенным, что я им расскажу и дам правильную информацию, скину им адрес группы, чтобы они понимали и знали, где они находятся, чтобы они знали хотя бы элементарные вещи, а не то, как мне пишет человек, и мне таких писем я получаю много, Майкл, меня подписали, а что мне делать дальше, а где мне увидеть мой реферальный код. Задают такие вопросы элементарные, которые, это не ихняя вина, это вина того человека, который их подписал в бизнес. Сейчас я, первое, что я вам хочу сказать, и потом я открою свой экран, и я вам покажу, господа. Первое, что вы должны знать и сделать, это вы должны сделать на своем компьютере папку. На своем компьютере и на своем телефоне. И я вам покажу, открою экран, покажу, как это все делать. Как я делаю. Почему? Потому что завтра, если кто-то к вам обратится, вам нужно дать этому человеку информацию. И чтобы вы не бегали и не искали, где это находится, вы должны кликнуть на свою папку, скопировать ту информацию, которую у вас человек попросил, или видео, которое этому человеку интересует, и скинуть ему. Очень просто. Но все это должно работать быстро. Из каких задержек, чтобы не получилось, что человек будет ждать три дня, пока вы ему что-то пришлете. Потому что через три дня он уже охладеет, и он уже ничего не хочет делать. Ему уже неинтересно, он уже занимается другими делами. Плюс вы должны выставлять эти вещи, информацию, ну, там, где вы находитесь. Я это выставляю на Facebook. На Facebook, TikTok. Почему Facebook, это самое главное для меня? Потому что Facebook самая крупная платформа на интернете. Там находится, если я не ошибаюсь, где-то миллиард, четыреста миллионов людей. И она в шесть раз больше той платформы, которая на втором месте. Поэтому там есть все. Я выставляю и на английском языке, и на русском языке. В основном русскоязычном. Но я очень часто выставляю на английском языке тоже, потому что, ну, самый популярный язык, самые два популярных языка на интернете, это английский и испанский. Потому что больше людей говорят на английском языке, чем на каком-то другом. Поэтому, если вы хотите, что вас увидело больше миллиарда людей, то, конечно, лучше выставлять на английском. Ну, если вы не говорите по-английски, то выставляйте на русскоязычном. Но, если вы сделали папку, и у вас есть информация и на русском языке, и на английском языке, то, естественно, вы сможете отправить эту информацию кому угодно. Я очень часто получаю письма. Письма. Майкл, я подписал человека из Африки, но он ничего не понимает. Ты можешь ему прислать информацию? Это вопрос не ко мне, господа. Вы сами должны это делать. Да, конечно, я могу прислать информацию. Знаете, что у меня было? Человек, который меня один раз... Меня многие просили. Один человек меня один раз попросил это сделать, и я послал человеку, кстати, из Африки. А он мне через пару дней пишет письмо. Майкл, я хочу, чтобы вы были мой спонсор. Конечно, я не собираюсь никого переводить и никому делать такую пакость. Это одна из причин, почему нельзя этого делать в нашем сетевом бизнесе. Ну, почему мне такую вещь написал человек? Потому что тот, кто его подписал, это его вина. Потому что он сам ему не послал информацию. Не имеет значения, говорите вы по-английски или не говорите. Информации очень много на интернете. Вы всегда можете найти правильную информацию. Можете попросить меня, чтобы я прислал вам. И вы... Не каждый раз, чтобы я вам присылал, когда вам надо, а чтобы вы сделали себе такую папку, где будет вся информация. Сейчас я вам открою свой экран. Я вам покажу, как это делаю я и какую информацию я выставляю на интернет. Я надеюсь, видно мой экран. Если мой экран не видно, Виталий, дай знать. Если видно, можешь ничего не говорить. Да, Майкл, видно. Окей. Значит, вот у меня папка есть. Сейчас я надуму, мне много вот. Панк-панк. Вот я открываю эту папку. И у меня здесь много информации на английском языке. А вот, видите, написано Russian. Вот это у меня русскоязычная папка. И здесь у меня есть информация, видео, презентации на все темы по нашей компании. Поэтому, если кто-то из русскоязычных, который меня не знает, увидел меня на интернете и просит какую-то информацию, я могу эту информацию ему скинуть. Конечно, сейчас уже, когда мне что-то просят, я просто посылаю в группу. Это тоже очень важно. Если вы зашли в бизнес, первое, что вы должны тоже сделать, сделайте себе группу на Телеграме. У меня две группы. Одна группа на Телеграме, одна группа на Фейсбук. Обе мои группы закрытые. Я там не даю никому общаться и задавать вопросы. Моя группа сделана только для того, что если человек задает вопрос по бизнесу, особенно новичок, я ему даю адрес этой группы и пишу, что там есть вся информация для вас, для того, чтобы вы имели полное понятие, что происходит в нашем бизнесе и смогли сделать правильное решение, если этот бизнес хорош для вас. Я посылаю его в эту группу. Естественно, я ему не даю никаких задавать мне вопросы там, потому что она закрытая, но я ему говорю, если у тебя будут вопросы после того, как ты изучил эту группу, тогда, пожалуйста, мне позвони. Если человек мне позвонит после этого и скажет, а как найти мой реферальный код, ну, извините, мне уже неинтересно говорить с этим человеком, это говорит о том, что он не уделил никакого внимания той информации, которую я ему дал. Следующую информацию, такую же папку. сейчас я вам покажу. Я имею на своем телефоне. вот вы видите сейчас мой телефон все и он, видите, панк-панда. И сейчас я вам покажу, вот у меня здесь вот это папка, где у меня есть вся информация. первое, вы видите, это все, что для англоязычных. На этой, на этой, под этому адресу, адресу написана вся информация, которую нужно знать человеку, который говорит на английском языке. Потом дальше идет, видите, вот это у меня, у меня тут много разной информации. вот это я обычно копирую и это у меня информация, которую я рекламирую. Здесь моя, если человек зайдет на эту веб-сайт NetGlobal USA, то он сразу же попадет просто реклама. Одно из моих видео, где я делаю просто презентацию на русском языке для дистрибьюторов, для людей, которые хотят услышать про наши компании. И потом, видите, сразу приглашаю в нашу группу на Телеграме. Теперь, что я делаю? Я это делаю каждое утро, господа. Моя жена иногда смеется, говорит, а что ты так долго делаешь в туалете? Ну, я иду в туалет и там, пока сижу, я извиняюсь, на туалете, в туалете я выставляю рекламки. Я иду, вот у меня есть в Facebook. Окей. Я захожу... У меня тут есть много групп. Я примерно... Вот захожу в группу, выставляю... Раз. В этой группе, вот видите, 35 тысяч человек и все эти 35 тысяч человек могут сейчас увидеть мою рекламку. Иногда я просто захожу сюда, у меня тут разные есть фотографии, вот вставляю фотографию такую и опять делаю пейст и выставил еще одну. Вся информация. И у меня много групп есть. Я там выбрал определенное количество групп и все, что я делаю. Раз в день, каждый раз, когда я открываю свой кабинет, первое, что я делаю, нажимаю майнинг. хоть майнинг у меня... Видите, мне не надо было нажимать, но я нажимаю и тогда у меня нету каких проблем, что я пролечу. Вот как я делаю свой бизнес. Все. Вот это вся та информация, с которой я хотел с вами поделиться. Она очень простая, господа. Информация это очень простая. Но проблема в том, что основая масса людей никогда этого не делает. Я помню, в 2005 году позвонил мне один индус и мы с ним поддержим отношения друзья до сих пор. Он живет в штате Юта. Штат Юта это считается столица сетевого бизнеса мира. Самый большое количество самых крупных компаний, которые торгуют от 100 миллионов долларов в год до не знаю 8 миллиардов долларов в год. Они все находятся именно в Юта. Большинство. Поэтому называется столица Юта. Хороший парень. Сам он родился в Индии. Родители его привезли сначала в Канаде. Он прожил где-то лет 6. И вот он уже здесь живет больше 20 лет. И он мне позвонил. А, я извиняюсь, он мне не позвонил. Я увидел его информацию на Facebook. И я ему задал вопрос. Скинул ему свой телефон. И он мне сам позвонил. И благодаря ему я тогда попал в одного... Я не буду называть имени. Это, кстати, первая сетевая компания, которую я вывел официально на территорию СНГ. Это компания продукты здоровья. Она до сих пор тут работает. И я там уже давно ничего не делаю. Но у меня там большая структура. И до этого, до этого момента я никогда с русскоязычными не работал. Весь мой бизнес был в основном построен на англоязычных. У меня были русскоязычные партнеры, но те, которые живут в Америке. И основные компании, с которых я работал тогда, они делали бизнес только на территории Америки. И когда он меня пригласил в бизнес, его группа тогда была самая большая группа в компании. И я помню, мы тогда первый раз с ним встретились. Это было в Лас-Вегасе. Компания делала большая встреча для всех дистрибьюторов. И она длилась несколько дней. И вот там я с ним познакомился лично. И я помню, он мне открывает. Он тогда, я к нему зашел в номер. Мы должны были вместе идти на завтрак. И у него был открыт его компьютер. И как раз в своем, там, где показывают, сколько он зарабатывает, а он побежал в туалет. Ну, я и заглянул. Он тогда уже в то время 2006 год, и он в этой компании тогда был только два года. Он зарабатывал 25 тысяч долларов в месяц. То есть, это у него стабильный заработок был. Не один раз, а стабильный заработок каждый месяц. Ему было тогда 25 лет. И когда он вышел, я у него, ну, мы начали разговор, пошли позавтракали, потом долго общались. Я рассказываю, как ты находишь дистрибьютор. Он мне говорит, ты знаешь, я, когда пришел в эту компанию, первые два года я ничего не делал, только просто выставлял информацию на интернете. Мне это заняло два года. ну, ну, я в принципе, ну, он грамотный парень, он понимает, что он делает с высшим образованием, и он, в принципе, он понимал, что рано или поздно люди начнут видеть его и начнут ему писать, как я это получился. Вот я, был прямой пример, он говорит, как мы с тобой связались, ты написал мне, и я тебе позвонил, и я стал дистрибьютором. Два года, ребята, два года этот парень просто выставлял информацию на интернете, и через два года, буквально за несколько месяцев, его группа стала самая большая группа во всей компании. Вообще, представляете, какой взрыв? А у нас люди приходят в бизнес, если он не заработал миллион через месяц, ему уже этот проект не нравится. И вот после этого моего с ним знакомства личного, вот после этого я начал делать таким образом. Я, естественно, выставлял информацию, познакомился с людьми, ну, а потом я у них просто спрашивал ихнее мнение, но уже после того, как мы познакомились. Никогда этого не делал сразу. Поэтому на сегодняшний день я советую вам всем сделать две папки. Одну на компьютере, одну на телефоне, и только добавлять ту информацию, которая интересна вам. В основном та информация, которые люди, которые задают вопросы. Если вы зайдете в наши группы, там миллион вопросов. Они в основном повторяются. Вы спишите себе, ну, я не знаю, десять самых важных вопросов, как вы считаете. И вот по этим вопросам соберите информацию и держите у себя в папке. И как только человек вам спросит, вам пошлет, в смысле, задаст вам этот вопрос, вы сможете отправить. И вы даже себе не представляете, как на вас пойдут люди. Господа, я помню, когда я приехал в Америку, тогда в бывшем Советском Союзе этого еще не было, я уехал в 79-м году, и когда я приехал в Америку, я помню первое, что я обратил внимание по телевизору, все время рекламы, 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 рекламы. И потом я узнал, что эти рекламы стоят миллионы долларов. И люди покупают эти рекламы не на один раз, а на годы. Я в Америке самый популярный соревнование, это называется Супербол. Это американский футбол, Супербол это финал. В течение года многие компании играют, потом две компании попадают в Супербол, и это уже финал. Супербол, если в Америке проживает 330 миллионов, то во время Супербола где-то 250 миллионов людей прикованы к телевизору. Это один из самых популярных видов спорта в Америке. И естественно, во время этого Супербола на интернете идут рекламы, в смысле на телевизор идут в переменах рекламы, которые продолжаются 30 секунд. Так вот, господа, эта реклама стоит 6 миллионов долларов. Уже чуть-чуть больше. Представляете, 6 миллионов долларов за 30 секунд. И если у вас есть деньги дать такую дорогую рекламу, и у вас крупная компания, и вы хотите позвонить и купить эту рекламу, чтобы вы знали, нужно ждать два года. Вы даже сразу купить ее не можете. Какое количество компаний хотят участвовать в этих рекламах, потому что больше 250 миллионов людей в этот день прикованы к телевизору. То есть, такое количество людей, которые увидят вашу рекламу, не увидят нигде. Теперь спрашивается, я себе, помню, задавал вопрос, но я не понимаю. Ну, например, взять компанию Кока-Кола. Кока-Колу знают все во всем мире. В любой дом, в любую квартиру зайдете, спрашиваете, вы знаете Кока-Кола? Они все пили Кока-Колу, все знают или слышали, что такое Кока-Кола. Кока-Кола мультимиллиардный бизнес. И все равно они рекламируют постоянно в Америке на телевизоре рекламу Кока-Колы. Задается вопрос, зачем? Зачем им тратить миллионы долларов рекламировать то, о чем уже все люди знают? Потому что по статистике, господа, человек начинает обращать внимание на ту или иную информацию только после того, как он ее увидел пять раз. Он ее не покупает, а только начинает обращать внимание на ту или иную информацию после того, как он увидел ее пять раз. А у нас получается так. Человек дал рекламу или купил рекламу там в газете, по телевизору, если у него есть деньги, на интернете. Она один раз появилась, никто ему не позвонил, и он перестал это делать. Я помню, когда у меня был, когда мы купили, открыли второй ювелирный магазин, это было, у нас это называется Мол, там находится более двухсот магазинов. У нас было такое, нам чисто повезло, крутое, самое крутое место прямо посередине. Мола, красивое место, напротив фонтана, очень красиво. И мы решили дать объявление в журнал, который выходит раз в месяц. И объявление было до горогой, такое объявление стоило, если я не ошибаюсь, такую фотографию с нашей рекламой стоило тогда тысяча шестьсот, я помню, тысяча шестьсот или тысяча восемьсот долларов. И мы пришли в эту компанию, где можно было заказать эту рекламу. И мы хотели, говорят, мы хотим попробовать, мы никогда не давали, мы хотим купить на один месяц. А нам говорят, ребят, не тратьте свои деньги. Если вы хотите купить на один месяц, у вас ни черта не получать, не получится. Надо рекламу покупать на год или минимум на шесть месяцев. Только тогда у вас будет какой-то результат. И тоже начали нам объяснять, что человек должен увидеть столько-то раз. И мы тогда купили первый раз, сразу купили на полгода. И несколько месяцев не было никакой отдачи. А потом получили такую отдачу, что мы отбили, наверное, на десять лет вперед. Стоимость рекламы. Вот почему это так важно. Вот почему нужно все время выставлять нашу информацию на интернете. И когда все люди в вашей группе начнут это делать, и первое, когда вы подписываете человека, естественно, его интересует, что нужно сделать. Естественно, он должен говорить со своими людьми, тех, кого он знает. Это все понятно. посещать тренировки плюс каждый день выставлять рекламку на интернете. Потому что в один прекрасный день у вас произойдет такой взрыв. Я помню, в этой же самой компании, о которой я вам только что рассказывал, куда индус меня подписал, и после этого разговора я начал делать то же самое. Я начал выставлять рекламки. И мне тоже повезло, я не помню, сколько мне заняло, наверное, полгода. Меньше года. И мне написал парень, и я ему ответил. Он жил United Kingdoms в Лондоне. И, ну, наша компания в то время в Лондоне бизнес не делала. И он мне говорит, мне очень интересно, я тебе скажу честно, я видел твою информацию много раз, но не обращал внимания. Вот тут я сидел, сидел, читал, и что-то я начал смотреть, и увидел опять, и решил посмотреть. И когда я посмотрел, мне это очень интересно, я думал подписаться, но я смотрю, вы бизнес в Лондоне и в Англии не делаете. Я ему говорю, хорошо, давай сделаем так, дай мне свою информацию. Как резюме пришли мне. Я позвоню, я в хорошем контакте с хозяином, с одним из хозяев в компании, тогда там было два хозяина. Я спрошу у него, он говорит, окей. Он мне скинул свое резюме, я почитал, конечно, я сразу оболчил, чисто стула не упал. Он очень известный доктор, написал 8 книг, именно, там как раз был продукт здоровья, именно в этом направлении. Конечно, было бы мне интересно его подписать. И я позвонил хозяину компании, рассказал, и отправил ему резюме. Я не помню, потом я даже забыл про это. Прошло, может быть, недели две. Хозяин компании лично звонит, говорит, Майкл, поздравляю. Говорит, ты поймал хорошую рыбу. Он уже подписался. Мы специально благодаря этому человеку они сразу открыли United Kingdom, то есть Англию. В первый месяц, в первый месяц он подписал 500 человек. В первый месяц. мой бизнес просто взорвался. Я даже обалдел. Извините, что-то тут происходит. Окей. Короче говоря, вот что произошло благодаря тому, что я просто слушал этот бизнес. Понимаете? Поэтому, чтобы вы просто понимали, как важно, господа, как важно, как важно, как важно, господа, это очень важно, чтобы вы понимали выставлять информацию. Ну, в принципе, это все то, о чем я сегодня хотел с вами поговорить. Сейчас я дам вам возможность задать мне вопросы, если у кого есть вопросы. Сейчас я постараюсь еще раз открыть экран, надеюсь, там будет все хорошо. Так что, господа, сейчас я вам дам возможность задать мне вопросы, если у вас такое есть. И я постараюсь вам ответить. Если вопросов не будет больше, то я начну, тогда я буду заканчиваться. Так что, господа, если кто хочет задать вопросом, и как я всегда прошу, задавайте, пожалуйста, вопросы не голосом, а напишите. Господа, у вас есть одна минута. Если у вас есть вопросы, я отвечу, окей. Аркадий пишет, захожу в приложение, нажимаю на wallet, получаю серый пустой экран. Как же мне активировать майнинг? Ну, несколько вещей может происходить. Если у вас старый телефон, то вам нужен другой телефон. Потому что все время приложение улучшивается и требует все больше и больше памяти. Это первое. вы можете взять, удалить свое приложение, но не просто удалить приложение, вы должны сначала зайти у себя в телефоне и почистить каше именно в нашем приложении. Почистит это все. Потом его удалить и попытаться установить заново. Если это исправит, значит, все в порядке. Если это не усправляет у вас, значит, у вас телефон старый. ссылку на группу. Виталий, пожалуйста, пожалуйста, Виталий, скинь ссылку. Я вот вижу тут человек. Хотите много денег, смотрите это видео. Я вам скажу такую вещь, господа, насчет вот таких людей. Никогда не подписывайтесь к таким людям в бизнес. Даже если их не бизнес кажется очень хорошим, потому что они работают обманом. Что это значит? Что завтра они побегут в другой бизнес и будут делать то же самое. Поэтому никогда не обращайте внимания. Я никогда не обращаю внимания на такого типа людей, которые приглашают в бизнес таким образом. Это нечестные люди. вот Виталий скинул нашу группу. Пожалуйста, подсоединяйтесь к нашу группу. Там мы всегда выставляем много информации. Я вижу, человек пишет, она зашла позже. Какой вопрос, который вы задаете, задайте в группе. Потому что вся эта информация есть. Я не хочу сейчас тратить на это время, потому что это займет слишком много времени. Я вижу, на турецком языке кого-то информация интересует. У меня такой информации нет. Если вы зайдете в англоязычную группу, то вы можете в этой группе найти, задать этот вопрос. Если кто-то в группу пришел человек из Турции, если он перевел это, то тогда вы сможете получить такую информацию. У меня такой тренировки нет. Господа, я буду заканчивать на этом. Еще раз большое всем спасибо за то, что вы посетили нашу тренировку. До следующей встречи. Помните, что деньги в тренировках. До свидания, господа.